Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Рустам Миниханов посетил научно-клинический центр претензионной и регенеративной медицины КФУ. Защита выпускных квалификационных работ прошла в дистанционном формате. Рустам Миниханов посетил научно-клинический центр претензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Все подробности далее. В преддверии дня медицинского работника 20 июня научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ посетил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Президента сопровождали ректор КФУ Ильшат Гафуров, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Потяшина, генеральный директор АО ТАИФ Руслан Шагабудинов. В ходе осмотра Рустам Мениханов рассказали, что научно-клинический центр создали на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета с участием Корнеллского и Нотингемского университетов. Президенту продемонстрировали работу поликлинического блока аналитического центра, провели по отделениям нейрореабилитации, хирургии, анестезиологии и реанимации. Рассказали о современном отечественном космическом тренажере, который создает ощущение невесомости. Он помогает больным при инсульте. Также Рустаму Мениханову показали дневной и круглосуточный стационар с палаты для маломобильных групп и современные лаборатории. Именно здесь внедряются результаты совместных исследований с ведущей клиники МЭО в США по терапии опорно-двигательного аппарата пациентов. Центр состоит из научно-исследовательского и научно-клинического блоков. Операционный блок отделения хирургии сделан в формате интегрированный операционный с прямой кабельной трансляцией видео и возможностью организации дистанционной конференц-связи. Отделение реанимации оснащено оборудованием для полной заместительной и постсиндромной терапии. Мы сегодня с участием президента республики открыли в преддверии профессионального праздника медицинских работников, открыли клиническую часть. Здесь имеется практически весь медицинский инструментарий, причем очень высокого экстракласса. Но здесь же работают и наши врачи-ученые, биологи, специалисты в области IT-технологий. И удается здесь, на одном площадке, собрать уникальных специалистов, которые работают все на наших жителей, на наших пациентов, на нашей клинике. Я хочу сказать, что несколько лет назад на площадке университета был открыт научно-образовательный центр в области фармацевтики. А сейчас мы здесь, на этой площадке, имеем собственный центр клинических исследований. И все это в совокупности, в комплексе, я думаю, будет работать на благо нашей медицинской отрасли, а значит и на благо наших жителей и граждан России прежде всего. Кроме того, в клиническом центре работает лаборатория по расшифровке гена потенциальных доноров козного мозга, созданная совместно с благотворительной организацией Росфонд. Осуществляются исследования в области онкогеномики, которые используются в лечении онкологии. Бактериологическая лаборатория и лаборатория полимеразной цепной реакции проводят тестирование и разработку вакцины от COVID-19 в рамках пандемии. В завершении осмотра состоялось общее фотографирование с медицинским персоналом центра. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил всех с профессиональным праздником, а также вручил цветы и подарки. Лилия Баталова, Фарид Захит Углы, Универньюс. Защита дипломной работы – последний рывок в студенческой жизни. По стечению обстоятельств в этом году он проходит в дистанционном формате. Нашей съемочной группе удалось побывать на защите дипломов в Институте физики КФУ и своими глазами увидеть, как все происходит. Смотрим. Вместо традиционной процедуры защиты выпускных квалификационных работ – дистанционный формат. Студенты КФУ нововведения не пугают. Общаться с преподавателем онлайн без проблем они могут на площадке Microsoft Teams. Так, выпускник актуального направления подготовки нанотехнологии и микросистемная техника Института физики КФУ Заитов Ментимир проводил работу по изучению технологии, которая в будущем поможет снизить лучевую нагрузку на пациента и врача. Вторая работа тоже чрезвычайно интересна, связана с новыми веществами для дозиметрии. Это означает, что компьютерная томография, медицинская диагностика, они получат новые совершенно, или могут получить новые вещества, которые позволят снизить лучевую нагрузку как на пациентов, так и на врачей, и увеличить, вообще говоря, точность вот этих диагностических исследований, которые там есть. Проводить исследования студенты могут в дистанционном формате. Не выходя из дома, они имеют возможность запрограммировать устройство и получить данные. Для этого созданы все необходимые условия. Лилия Талипова, Валерия Табасова, Универньюз. По итогам рейтинга Скопус 2020, математический журнал Казанского Федерального Университета вошел во второй квартиль базы данных, поднявшись на две позиции. Подробности смотрите далее. Лобачевский Journal of Mathematics был первым российским электронным математическим журналом. На данный момент главным редактором журнала является профессор Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского Федерального Университета Александр Элизаров. Успех журнала по многому обязан энтузиазму, таланту Александра Михайловича. Ему удалось действительно созвать звездный состав математики. Наиболее заметные фигуры казанской математики участвуют в коллегии этого журнала. Есть много зарубежных, очень хороших математиков. Это вот американский математик Стефен Рем, из Китая есть математики, из Западной Европы. С 2008 года данный журнал увеличило количество выпусков с 4 до 12 номеров в год. За последние годы он постоянно улучшал свои позиции в рейтинге Скопус, поднявшись с Ку-4 до Ку-2. В базу данных Скопус входит более 23 тысяч изданий, от 5 тысяч международных издателей. Все журналы распределяются по четырем квартелям, от Ку-1 до Ку-4. Система квартелей позволяет объективно оценить качество и уровень журналов. Это более-менее объективная картина, это считается большой удачей, если мы попали в Ку-2. Это связано с тем, что узнаваемость нашего журнала во всем мире становится очень высокой. Внимание математиков, крупных математиков, и они становятся заинтересованными опубликовать свою работу в нашем журнале. Существенное повышение рейтинга журнала будет способствовать информационной поддержке математической школы Казанского федерального университета и повышению общего позиционирования вуза в мире. Кроме этого, большое значение для Казанского федерального университета имеет журнал «Ученые записки Казанского университета», который был основан в 1834 году по инициативе ректора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского. Эльвира Зорина, Универньюс. Разговоры о том, что астрономическое время в Татарстане не соответствуют фактическому, возникают не так часто, но регулярно. Вопрос о смене часового пояса несколько раз обсуждался в Госсовете Республики. А жалобы на раннее утро летом и темные дни зимой поступают в исполкомы Казани и набережный Челнов. В самом ли деле стрелки часов стоит перевести вперед? Или они работают в оптимальном режиме? Разбирался наш корреспондент. Возможность перехода Татарстана в другой часовой пояс уже не раз обсуждалась на самых разных уровнях. Некоторые гражданские активисты считают, что республика должна жить по времени своих соседей Самарской области или Башкортостана. В этом случае придется перевести стрелки на один или два часа вперед соответственно. Тем временем представители разных ведомств говорят о том, что такое предложение не актуально в нынешних условиях и не имеет научного обоснования. Этой же позиции придерживается и директор астрономической обсерватории КФУ имени Ангельгарта Юрий Нефедев. Москва находится во втором часовом поясе, а живет по времени третьего часового пояса. Казань расположена достаточно близко к центральному меридиану третьего часового пояса. Таким образом, если говорить простым языком, Москва живет по времени Казанскому. То есть московское время это по сути дела лучшее казанское время. Иногда депутаты предлагают вернуть регулярный переход на декретное время, чтобы повысить качество жизни людей. Такой законопроект обсуждали в Госдуме Российской Федерации в прошлом году. По мнению эксперта, этот шаг тоже может быть болезненным для граждан. Переходить в летний период, сдвигая стрелки на час вперед, видимо, все-таки экономически обоснованно. Потому что, считается, экономия электроэнергии происходит, другие факторы экономические. Но с точки зрения физиологической, все-таки увеличивается при переходе депрессии, повышается число ДТП. Такие вот факторы, они наблюдаются. Универсальных ответов на вопрос пока нет. На всех сложившийся режим действует по-разному. Кому-то ранний восход солнца вредит, а кому-то наоборот. А потому тема перехода Татарстана в другой часовой пояс пока остается закрытой. Камиль Гемоздинов, Леонард Авлитяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!